здравствуйте друзья у нас уже тут скорый месяц вопрос висит и мы сейчас на него будем отвечать но вот сначала вопрос вы видите его на форуме у нас здравствуйте михаил и светлана меня зовут андрей мне 25 лет я из города винница украина смотрел один из последних видеороликов об энергии и мотивации и у меня возник вопрос достаточно сильное волнение из-за того что в свои 25 лет у меня нет никакой мотивации что-либо делать это на самом деле это часто часто бывает это не только андрей с таким вопросом но вот давайте дальше читать закончил технический университет по радиосвязи в 2013 году то есть недавно совсем закончил и с тех пор я полностью закрылся от людей от знакомых соответственно личной жизни никакой так как я придерживаюсь принципу что нужно на ноги стать и морально и материально а потом про личную жизнь думать а как тут встать если нет вообще никакой мотивации и заинтересованности что-то делать работаю кассиром в телефонной компании без коллектива сам сижу в помещении день в день для себя немного начал верстать сайты но вот вроде сначала есть зацеп что-то делать а потом мне скучно становится вот как в героине видеоролика так вот вопрос а есть вот такие случаи если за всю жизнь вот то его предназначение так и не постигает человека и так он всю жизнь живет не знаю кем он хочет быть и чем заниматься я из небогатой семьи родители и я работаем на одной работе вся зарплата идет на погашение кредита на квартиру мы еще в 2008 году взяли в кредит в долларах по 505 гривен за доллар а сейчас он 27 гривен все серьезно конечно да в общем во всех флангах жизни сплошной косяк на жизнь нельзя жаловаться но вот в таком возрасте нужно жизненный фундамент строить а я в простой и жестком спасибо ну что же давайте мы поговорим что я хочу сказать друзья меня в первую очередь во всем этом письме настораживает не то что жить там трудно и накопить трудно и он там попал с родителями вместе на нехорошие условия моргиджа ипотеки значит которые в долларах и так далее это все как бы очень важные обстоятельства но у меня как бы такой внутренний протест вот на каком уровне все таки человек создан для ну как для для счастья для хорошего для добра для того чтобы радоваться жизни каждый день понимаете если вы этот день жизни не радовались вы что-то не то произошло то есть это конечно бывает бывает какие-то дни бывает какое-то обстоятельство бывает ну что-то бывает то есть вот я который вам это говорит я я тоже бывают не всегда в хорошем настроении где-то я могу устать где-то мне могут сильно подпортить настроение внешние обстоятельства другие люди но все-таки понимаете вот и утром проснулся и и хорошо хорошо ты проснулся я я не хочу сказать что есть люди которые не проснулись в это утро это тоже правда вот сколько людей не проснулись но я не говорю что давай давай будем радоваться тому что мы вообще проснулись хотя это тоже на самом деле чего-то стоит но вот человек проснулся если у него не болит ничего понимаете а есть люди которые проснулись а у них болит а есть люди которые проснулись а у них как было хроническое заболевание так и осталось Есть люди, которые проснулись И вот, допустим Мы о грустных вещах говорим Но послушайте, ну ведь кто-то же Допустим, в инвалидной коляске Понимаете, вот мы с парнем из Одессы Недавно видео делали Понимаете, а он в инвалидной коляске А вы нет Вы нормально, вот вы встали, проснулись Встали на ноги Пошли умылись Может быть зарядку сделали, может душик приняли Там еще что-то Это же обалдеть можно, как много Всего уже Понимаете, вот Конечно, если человек это отнять То он начнет это ценить Но ведь можно же ценить и без того, чтобы отняли А просто вот Понимаете, каждую секунду Человек имеет много возможностей Для радости в жизни Но он может лишить себя этого Он может сказать, я вот не могу радоваться жизни Потому что у меня чего-то нет Я вам скажу такую вещь Сколько бы у вас чего не было в жизни Сколько бы у вас не было Вы всегда можете найти И есть люди, которые находят Независимо от материального там Или какого-то другого состояния Физического состояния Находят причины Не радоваться жизни Понимаете И я как-то вот Читал Я не помню, где это мне в руки попало Значит Сравнение было по разным странам Где люди чувствуют себя более счастливыми Вот на первом месте По ощущению себя счастливыми Были мексиканцы И если бы вы Были когда-нибудь в Мексике Вот я там был, наверное, раз пять или шесть Ребята, вы бы не поверили Что живя в таких условиях Люди могут быть счастливыми А они счастливые Они бедные Там вот Знаете, там стекол даже нет Вот Да, у нас тут стоят вот Дома Всюду стекла Там стекол нет Там, правда, говорят, что тепло И вроде как и не надо Но Знаете как вот Кому надо, а кому не надо Можно открыть Если есть Правда, окошко А если нет окошка Тогда уже и открыть нельзя И люди счастливые Независимо ни от чего И работают тяжело И вот там через границу В Мексику идут Там Шмотки поднимут Там над головой Это через Рио Гранде Там Пуляют Значит И с них еще деньги берутся То, чтобы их через границу Перекинуть Там Всякие Нехорошие люди Значит Так вот В рассказе молодого человека Из города Винница Да, он у нас Вот меня Больше всего задела Вот эта негативная Такая струна Я не знаю Какие произведения Сейчас изучают Там в средней школе В курсе литературы Но вот мы, например Изучали Горького На дне По-моему, это там было Я тоже уже, знаете Столько лет прошло Там 50 там К тому Приближается Когда мы это все изучали По-моему, это было У Горького на дне Вот эта фраза Она была такая Знаете, сакраментальная Ее всюду повторяли Там чуть ли не Не писали на плакатах Что вот Человек рожден для счастья Как птица для полета Понимаете Мы по дизайну такие Мы должны радоваться Мы сделаны так Вот Поэтому Вот когда парень говорит Что я вот закончил там Институт По связи Так Это же хорошая профессия Она же востребованная У нее там, правда, радиосвязь Да, не Сейчас Да Телефонные компании Значит Технический университет По радиосвязи Ну, радиосвязь Связи Сегодня связь Очень востребованная профессия Я когда учился В институте связи Там я в 73 году поступил Это был такой зачуханный Институтик Зачуханный Так Что там связь Вот уголь Да Вот нефть Да Вот там еще что-то Это было Да А что связь Какая связь Кто помнит о связи О связи помнят Только когда ее нет Начинают там матом Ругать этих связистов Вот и вот Те связь Это сейчас денежная область Слушайте Она прибыльная Она такая Вообще Страшное дело Айти Понимаешь С этим можно там Я не знаю За границу поехать Рабочую визу получить Там и так далее Поэтому Я Я не очень понимаю Почему надо вот Это было закончить Институт связи И работать кассиром Это же не требует Квалификации Никакой инженерной Зачем же так работать Ну в конце концов Ну работать где-то По связи Это все-таки Там Областной центр Да Ну если это Если нет Адекватной работы В областном центре Ну есть Львов Есть Харьков Есть Киев Есть Мощные Такие Технологические центры Но Замкнулся Людей избегает Значит Придумал себе Что пока он Чего-то не добьется У него права нет На друзей С девушкой Там отношения какие-то Развивать И так далее Но это же не правда все Люди общительны Независимо от Материального благосостояния И люди которые с вами общаются Или дружат там Или ну просто хорошо относятся Приятельствуют Они тоже не смотрят на вас Как бы сказать Исключительно С точки зрения того Что вы чего-то там В жизни добились И в 25 лет Не обязательно должны были Что-то такого Крутого добиться Вы Вы можете быть на пути Вот есть люди Которые на пути к чему-то Это вполне заменяет Уже достигнутый результат Если Вы тяготеете к тем Кто Допустим Вот в эту сторону смотрит Есть люди которые просто любят Хорошо время провести Потрепаться Посмеяться Там я не знаю Ну так компанейскую Такую жизнь ведут И Тоже нормально И Это абсолютно Ну такое Я бы сказал Из пальца высосанное Понимаете Утверждение Что вот Соответственно И личной жизни никакой Так как я придерживаюсь принципа Что нужно на ноги стать И морально И материально А потом про личную жизнь думать Вы знаете чего Да нет Нет Конечно лучше Когда у тебя все Хорошо материально О чем разговор Но Есть люди Которых материально Все ничего А Личной жизни нет И вроде даже и хочется И они даже не пытаются Как-то Спрятаться никуда Но вот Как-то такой образ жизни ведут Знаете Как у нас даже Вот я могу сказать Что в Кремниевой долине Полно парней молодых Тут правда Демографически Девчонок не хватает Но Они вот сидят Целый день у компьютера Понимаете И так они с мужиками То общаются Ну там на работе Ну может быть Они больше в социальных сетях Там или где-то И тоже вот у них Вроде бы они И не прятались ни от кого И вроде и деньги есть А все равно Личной жизни нет Девушки нет И так они Понимаете При том что у них есть То чего вы думаете Что вот там Решит все вопросы Оно не решит Оно абсолютно ничего не решит Если внутри у человека Вот такое состояние Он как бы отталкивает От себя Он не пускает Свою жизнь Радость Он не пускает Свою жизнь Отношения там С девочкой Он не пускает Свою жизнь Там Дружбу Это мы говорим О том Как я например Понимаю Вот эту ситуацию Потому что Следующий вопрос Который молодой человек Может занять Он скажет Ну хорошо Я не хочу спорить Я готов Так сказать Вот Принять вашу точку зрения И попытаться Что-то сделать В этом направлении Но что я должен сделать Вот что Я не буду говорить Никому Что у меня все плохо Там и так далее Ну что Значит Я Сказал бы так Что Первое Ну вот как практическое упражнение Да Давайте так Вот чисто практическое упражнение Возьмите Там лист бумажки И скажите себе Я вот В течение недели Даю себе неделю На то Чтобы Написать Все Причины По которым Я мог бы сказать Что в принципе Все не так плохо Или даже наоборот Очень хорошо Так Вы можете сказать Что я например Очень ценю Что Пусть я работаю Работая кассиром Я Зарабатываю Какую-то сумму денег И я достаточно стабильно Ее зарабатываю Пусть это не много денег Но я зарабатываю Стабильно Не то что мне там Каждые три месяца Вдруг перестают И полгода не платят Там или что-то Есть люди Которые не платят А вам все-таки платят Вы стабильно Получаете свои деньги Напишите Я Ценю Да Я ценю Что я Получаю стабильно Вот эти деньги Скажите себе Я Ценю Что у нас Что у нас С родителями Есть квартира В которой мы живем Есть люди У которых нет Квартиры В которой они живут Конечно У вас там Неудачная ситуация С моргиджем Там С ипотекой И так далее И так далее Все понятно Но у вас есть квартира Ребят У вас есть квартира Я не знаю Я вообще в такое время жил Когда Иметь свою квартиру Даже в Москве Казалось бы Где вроде бы Много строили И так далее Тоже Кто имел свою квартиру Я когда в школу пошел Это был 63-й год Мне было 7 лет Я пошел в школу И учительница там Говорит Поднимите руки Кто живет в отдельных квартирах И у нас было 3 мальчика На весь класс 3 мальчика Мы все жили из одного дома Который только что построили Там хрущевка была Ну это достаточно старый район Москвы Это Лефортово И там были дома Но они были коммуналки все И вот была кирпичная Пятиэтажная хрущевка От воинской части Которая там стояла дивизия МВД И вот они построили этот дом И там вот наши родители там служили Вот у нас было 3 человека На весь класс У нас была отдельная квартира Поэтому Понимаете какая штука Я уже не говорю Что тогда тоже нельзя было заработать Все получали нищенскую Совершенно зарплату Я не говорю про военных Военные получали относительно хорошо Но вы не могли купить ничего Не было квартиры Чтобы ее купить За дорого За дешево Вот просто пошел и купил Я уж не говорю про доллары За доллар сажали тогда Я не предлагаю вам радоваться Что вы не живете в 60-е А мы жили в 60-е И слава богу мы не жили в 37-м Или в 39-м Когда всех вокруг сажали И так далее Всегда есть такая радость тоже Но все-таки У вас есть квартира с родителями В которой вы живете Это хорошо Это хорошо Значит У вас есть высшее образование И это здорово Я не знаю Там может быть какие-то там радости Там есть в политической жизни Может быть нет Но вы можете их увидеть Вы можете сказать Я там допустим с утра Полчаса там выхожу на пробежку С утра Вам же никто не может помешать В течение получаса С утра там пробежаться хорошо И потом душ принять Но это же нельзя отнять у человека Если у него руки-ноги на месте Он же может полчаса пробежаться Ну пробегитесь У вас другое настроение будет Еще душик Холодненький желательно Или там холодненький С горяченьким Так вот попеременно Поэтому можете сказать Я вот Делаю вот это Вы можете там допустим Я не знаю Следить за тем что вы кушаете И сказать себе Я там могу себе позволить Вот это или я Там Хорошо что я например Воздерживаюсь от этого И от этого Есть масса вещей Которые можете взять И так вот Начните думать на эту тему Начните думать потихонечку Так Раз, два, три Как только мозг начнет в эту сторону Соображать Значит так вы сразу И начнете составлять этот список Я почему сказал неделю А допустим не два часа Потому что за два часа Вы можете Не уловить суть упражнения И может быть за день Не успеете А вы дайте себе недельку Но не отключайтесь И к концу недельки У вас появится Совершенно Такой замечательный Список вещей Сомнительного не пишите Только такое что Наверняка Серьезный список вещей Глядя на который Вы можете сказать Слава богу У меня это есть Потому что вы сейчас Сфокусированы на том Чего у вас нет А у вас очень много есть Вы можете например Изучать английский язык Так Может вам французский Больше нравится Я не знаю А может быть программирование Вы говорите Мотивации нет Но Приходит аппетит Во время еды Если делать что-то Что соответствует Каким-то глубинным Значит вашим Ну потребностям Значит тут мы переходим Ко второй части Да Значит первое Список надо иметь Сделать Он может со временем Дополняться Видоизменяться Но вот Возьмите себе Такую привычку Вот с утра там Пробежался Душек принял И так Списочек прочитал Не вообще глазами пробежал А так С выражением Да Слава богу У меня есть там Руки и ноги Слава богу там Нет войны Слава богу Мы там Я не знаю что Вот И это не так плохо совсем Но следующий момент Да В этом письме Это уже как бы К вопросу возвращаемся Вот как быть Когда мотивации нет И так далее Значит Если вы Снимите вот эту блокировку Негативом Когда все заблокировано Просто в силу того Что вы говорите Я это не могу Это я не должен Это я не могу себе позволить Тут у меня проблема Там у меня ипотека Здесь у меня еще чего-то И тогда вы сможете приоткрыться Для других вещей В частности Для исследования того Чего вам собственно Самому охота Значит Может быть Вас не увлекает радиосвязь Не исключено Когда вы стали там Делать какие-то веб-сайтики Наверное Там знаете Как вот Не хватило Мотивирующего момента Например Чтобы этот веб-сайтик Был для какого-то заказчика И чтобы вы его довели до конца И чтобы вам за это Дали денежку И потом бы появился Другой заказчик И вы бы опять довели до конца И вам бы снова дали денежку Я как-то знаете Разговаривал с одной женщиной Ну она уже такая была в возрасте И она там 30 или 35 лет Преподавала машинопись в ПТУ То есть человек готовил Профессиональных машинисток И мы с ней разговаривали О вопросах методики обучения В частности о том Как повышать скорость А я был методистом по этой части Значит И вот разрабатывал методы обучения И мы с ней разговаривали И она что-то слушала мои рассуждения И говорит Знаешь какой Есть абсолютно обалденный способ Машинистке поднять скорость Не теряя качество Я говорю Какой? Она говорит Печатать за деньги Вот берешь там диссертацию Или писатель Какой-нибудь тебе книжку свою дал И от такого плана И вот так отпечатаешь за бабки Потом второй раз Потом третий Потом пятый Говорит Смотришь за год У тебя такая скорость стала Ты вообще за 10 лет Такой не было И вдруг за год Значит там Увеличилась Понимаете Мотивация Конечно мотивация очень важна Значит Но просто если бы Веб-сайтик написали Сами для себя Ну так у вас и не было Особо мотивации Поэтому Если бы допустим Мы Говорили о Соединенных Штатах С Украины Я пока не очень знаю Но вот Если бы мы говорили О Соединенных Штатах Я бы сказал Послушай Подрядись где-нибудь Там на Ютесте Тестировать Ошибки там На сайтах находить Да Или там может быть На мобильных приложениях И там тебе за каждую ошибочку Пятерочку дают Десяточку дают Там еще что-то Я понимаю Что в Украине Может не быть Проектов Платных Но там есть Другие дела Там значит Можно Пофрилансить Немножко И Может быть Вам понравится Тестировать Особенно за денежку Особенно Вот так Парт-тайм Да Без каких-то Обязательств Что надо Что вас заставили Может быть Может быть Вам тестирование Понравится Оно простенькое Я видел много людей Которые были В таком состоянии Знаете Уже на них Все рукой-то махнули Какие-то они Не поймешь чего И вдруг Они стали заниматься Тестированием У них стало получаться Они почувствовали себя Такими Эффективными Полезными Востребованными Вообще Изменились люди Кардинально Из потухшего взгляда Вдруг Они превращались В таких Светлых Симпатичных Прекрасных парней Таких Очень Очень Импозантных И Просто потому Что вот этот Потухший взгляд Превращался В осмысленный Но Он у них Может быть Наверняка Раньше Когда-то был осмысленным А потом По какой-то причине Потух Я не знаю Один у меня был Он в В Ираке Три срока Отслужил парень Ну три раза По полгода Вот И он Американец Совсем Совсем плохой был Такой Погасший Разные были Ребята Но вот они Как-то через тестирование Через востребованность Они вдруг Почувствовали себя Востребованными Способными Нужными И так далее Может быть Может быть так Есть способ Может быть Несколько жестокий Но Очень эффективный Вам фигово И я очень хорошо Понимаю это все То есть у меня Были в жизни Полосы Когда вот прямо Ком вот так В горле стоял И все И ничего сделать Нельзя Но Есть люди Которым хуже Вот как бы тебе Плохо не было Сегодня Есть люди Которым хуже Есть дети Сироты Есть инвалиды Поволонтерствуйте Где-нибудь Поволонтерствуйте В детском доме Вот скажите себе Я там По понедельникам Там я не знаю С 7 До 9 Вечера Там хожу В детский дом Детям книжки читаю Сказки Или может быть Госпиталь Я не знаю Найдите себе что-то Просто увидите Что там творится Это вам сильно Даст почувствовать Во-первых В некоторую востребованность Потому что это очень важно Вы сейчас Не чувствуете себя Востребованным Вы чувствуете Что вы где-то Потерялись И Ответ на вопрос Как себя найти Не может ли так Получиться Что человек Всю жизнь Он где-то ходил 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 А так своего призвания Не нашел Ответ на этот вопрос Такой Искать надо Не останавливаясь Просто не останавливаясь Просто надо быть Все время в процессе Чтобы быть в процессе Очень важно Эту блокировку убрать Которая вот Сейчас очень Очень явно присутствует Вот вы себя уговорили Что как бы У вас нет никакого пути Никуда Вот это надо убрать совсем Вот И дальше Вот я вам как бы Наметил путь А дальше будете смотреть По обстановке По развитию По изменению ситуации И безусловно Для того чтобы В жизни какие-то Находить новые пути Очень важно быть Среди людей Которые ищут пути Которые Может быть Владеют какой-то информацией Которые вы еще Не владеете Поэтому Очень важно Быть в тусовке Не в той тусовке Которая собирается Там пивка попить Или там На танцульках Но Есть же тусовки Там Я не знаю Технологические Стартаповские Изобретательские Есть тусовки Где люди обсуждают Бизнес-идеи Но вот туда идите Их же много И сейчас их легко найти Сейчас они есть В социальных сетях Иногда даже И не нужно пешком Туда ходить Хотя всегда лучше Ходить ногами Чем допустим Просто в онлайне Там на форуме читать Общение с людьми Вот Я знаю людей Которые В своей профессии Никогда не пропустят Ни одной Существенной конференции Выставки Какого-то такого места Где собираются Вот профессионалы И Там Доклады Конференции Там все такое И я говорю им А что Ну я когда не совсем понимал Я говорю А что Вот это важный доклад А ты же можешь его прочитать Это же все опубликовано будет Что ты Что ты такого услышишь Во время доклада Чего ты не услышишь Или там Не прочтешь потом И в сборнике И мне ребята говорят Да что ты Ты не понимаешь Они говорят Самое главное Происходит не во время доклада А между Докладами После докладов В перерывах Там где люди общаются Это то Ради чего они собираются Не то чтобы доклад там услышать Ну Наверное В самих докладах тоже что-то есть Я ничего не хочу сказать Но То есть Если ты поехал Ты уже пойдешь на тот доклад Или на этот Может быть Если ты дома сидишь И тебе материалы прислали Может быть Ты не откроешь И не прочтешь Наверное Тоже такой элемент присутствует Но Общение с людьми От которых Можно набраться Вот этой мотивации Вот этого драйва Идей Для осмысления Для Применения И так далее То есть Исключительно важно Быть среди людей Конечно Можно слушать там Мотивационных спикеров Их много Они хорошие Есть совершенно Потрясающие люди Очень интересные Вот Можно их послушать Но Ты же не можешь Вот там Я не знаю Слишком много времени Этому уделять Я например Не выдерживаю То есть Я могу послушать там Час Но если я буду слушать В день По часу Я просто взорвусь Я могу слушать там Я не знаю В течение недели Два раза по часу Потом месяц В перерыв Чаще Чаще невозможно Жизни уже не останется Там места Времени не останется Поэтому Но немножко Это неплохо Немножко Есть же люди Которые вас Смогут мотивировать Вы можете Посмотрите на 10 разных Послушайте Может быть Тот из них Это то что вам надо Прям То есть наверняка Кто-то найдется И вы скажете Да Этот человек Вот там Во мне что-то разбудил Я все время Такие получаю Знаете письма Мне люди говорят Что вы знаете Вот я слушал Там ваш канал Смотрел Вот это видео Слушал И вот я понял Спасибо вам Вот вы меня Там где-то Промотивировали Я же не Не для того Это все Я просто Вопрос есть Я отвечаю Но чья-то энергия Другого человека Она попадая к вам Как-то вас Вот не знаю Наполняет Переполняет Вытесняет Там какой-то Негатив И так далее Поэтому Неплохо иногда Послушать Не один раз в год Да вот как Вы душ тоже Не принимаете Раз в год Там душ Ну хотя бы Раз в день Надо принимать Поэтому подвергаться Внешнему Позитивному Воздействию Очень важно Систематически Каждый день Значит каждый день Там раз в неделю Значит раз в неделю Вы для себя должны Понять С какой частотой Вам допустим Вот Хорошо это делать То есть чтобы Не перебрать С одной стороны И чтобы не получилось Что это так редко Что не остается И вы снова Впадаете В какое-то Не то состояние Поработайте с этим Покрутитесь Но очень Очень много Есть людей Которые На эту тему Выступают Я на русском языке Не знаю Но я знаю Очень много На английском И может быть Это для вас Будет стимулом В изучении Английского языка Вот слушать Этих людей Они потрясающие Потрясающие вещи Рассказывают И они У них английский Прекрасный Какой у них английский Вот Это красивый язык В их исполнении Поэтому Может быть У вас будет стимул Изучать английский Так что Я так как-то Вот абстрактно Накидал Вот так У нас нет возможности Сесть Потрепаться Там Чайку попить Погулять Поболтать Ну вот На уровне письма Вот получается так В общем Я желаю Молодому человеку Вырваться Из этого круга Я не знаю Он сам себя туда загнал Или какие-то Внешние обстоятельства Может быть Родители Может быть Какие-то Я не знаю Всяко бывает Я тоже Не психолог И не могу Судить Вот Но Вот из этого круга Вырваться И дальше Все пойдет Вступите Вступите На наклонную Плоскость Оптимизма И жизнерадостности И вы покатитесь По ней Вот В пучину В пучину Радостной Наполненной Не требующей Никакого смысла Жизни Совершенно Не требуется Никакого смысла В том Чтобы быть веселым Радостным Жизнерадостным Улыбчивым Вот Если вас ничего Не вышибает Из этого состояния То уже Слава богу Уже можно быть Веселым Радостным И улыбчивым И как бы так Излучать позитив Я бы так сказал Да В общем Чего мог Рассказал Успехов Молодому человеку И Всем тем Кто может быть Потерял Какие-то ориентиры И не знает Как выпутаться Вот из этого Круга Ну вот Чтоб все Выпутались И все было Хорошо у них Счастливо Счастливо Счастливо